Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня мы поговорим о спорте. И не только о спорте. Потому что в студии у нас сразу два представителя двух важных спортивных направлений. Особенно для городского круга Люберцы. Потому что речь пойдет у нас и о самбо, и о футболе, и вообще о спорте. И о том, что спорт – это действительно такой всеобъемлющий, объединяющий фактор на сегодняшний день. Виктор Худяков, наш постоянный гость, который часто к нам приходит, представитель Федерации самбо городского круга Люберцы. Рассказывает нам о самбо. И Дмитрий Кудинов. Он чуть-чуть реже приходит. Тоже бывает у нас в гостях. Член правления Федерации футбола городского круга Люберцы. Руководитель комитета РФСО «Спартак по футболу». Здравствуйте! Мне даже как-то приятно, что мы сейчас сегодня сталкиваем двух представителей двух видов спорта. Футбол такой массовый. Так непонятно, это спорт номер один или спорт номер два. И самбо – это такой даже, наверное, больше, чем спорт. Потому что это еще немножко стиль жизни. Как вы относитесь друг к другу, как коллеги? Вы же оба теперь у нас в Люберцах не просто спортсмены. Вы еще и представляете некую спортивную составляющую всего округа. Кто круче, самбо или футбол? Я вас сейчас так спровоцирую. Ну, я думаю, правые выходы предоставим самбистам. Ну, вот, собственно, и ответ на наш вопрос. Но я так понимаю, что все равно силовые подготовки, они везде присутствуют. Ну, во-первых, надо сказать, что у нас сложилась такая теплая, дружеская атмосфера в городе, в спортивном сообществе в целом. И то, что мы даже вместе в студии, вместе в каких-то мероприятиях, о которых мы сегодня, наверное, тоже поговорим, это говорит уже о нашем отношении непосредственно и с Дмитрием, личные отношения такие дружеские, товарищеские, ну, и спортивные, которые все-таки продвигают нас. Мы считаем, что спорт, он должен быть разный, должен быть всегда у ребенка, особенно у детей, должен быть выбор. И, наверное, кто-то переходит, кто-то может пойти в футбол, потом вернуться в самбо, перейти, вернее, в самбо, и наоборот, в самбо. Да, мы абсолютно без какой-то ревности. Я, например, не чувствую конкуренции никакой здесь, я чувствую только такое дружеское плечо и понимание того, что мы вместе занимаемся одним делом. Просто немножко направление у нас разное, но дело одно. Я еще так понимаю, что это же важно, когда, если мы берем спорт за основу, он же состоит тоже из разных паззлов. И поэтому вот здесь, в этой студии, помимо вас, и вы прекрасно знаете, много ваших коллег было. И были самые разные. Я даже помню, что кто-то приходил, потом приходили уже с медалями. Мы считаем, что наша программа такая счастливая для многих. Даже были такие ребята, которые через пять лет приходили, вот, ну, в разных видах спорта. И тяжелая атлетика, вот, и даже такие там и игровые, и неигровые. И, кстати, долголетие тоже здесь у нас было, представители, которые помогали людям зрелого возраста тоже вернуться к спорту, что когда-то вообще считалось уже, что все, после 50 человек, грубо говоря, только спорт по телевизору смотрят. Вот, Дмитрий, но футбол у нас же, он еще подвигается, кстати, два вида этих спорта, они еще подвигаются на уровне государства, да? Потому что, вот как два разных направления. Можно, в принципе, и ходить и на самбо, и на футбол, никто что не мешает. Ведь в футболе, я так понимаю, тоже необходима подготовка, какая-то силовая, просто так бегать. Ну, для меня, я всегда говорю так, что главное, чтобы ребенок занимался спортом, а каким видом спорта он занимается, это уже его личное желание. Что касается футбола и самбо, то направленность разная, но философия одна. Это патриотическое воспитание детей, раз. Это здоровый образ жизни, два. Это философия того, что нужно помогать слабому, ближнему. И здесь, вне зависимости от того, кто играет в футбол на футбольном поле, или кто ведет единоборство на матах, философия одна. Это здоровый образ жизни наших детей. Но есть еще философия результата. Мне почему-то кажется, что в результате тоже человек познается, да? Я всегда спортсменам задаю вопросы, вам задавал точно. Вот когда проигрыш, что чувствует спортсмен? Ну, самбо это индивидуальный вид спорта, а футбол все-таки это командная игра. Ну, знаете, командная, не командная. Сейчас мы будем говорить уже о различиях. Нет, ну, дело в том, что когда пенальти ты не пробиваешь, это вроде как командный, да, мы такую историю знаем. Но ответственность лежит непосредственно человеке, который реализует. Оставшуюся жизнь. Нет, я просто говорю о том, что, вот вы правильно говорите, даже за то время, пока программа наша существует, и действительно очень много изменений произошло. Соревнований огромное количество. Давайте мы, сейчас у нас уже почти два месяца года прошло. Расскажите немножко, какие соревнования, чего, где происходило. Вот, может быть, что-то интересное, новые какие-то медали завоевали. Ну, честно, мне кажется, пас в правую сторону передать, там есть что рассказать. Мы футбольным языком, да? Мы буквально недавно, а именно позавчера вернулись с всероссийского турнира, который проходил в городе Кисловодск. Мы представляли городской круг Люберцы двумя возрастами 2015-2016 года. И, к большому счастью, мы заняли первое место и по 2016 году, и по 2015 году. Причем не уступив ни в одном матче команде соперников, а именно сыграли только две ничьи по 2015 году и по 2016 году одна ничья. Хорошие команды были, и команды представляли такие регионы, как и Дагестан, и Ессентуки, и Пятигорск, и Петербург. Северная Осетия. И мы отправились на поезде туда вместе с родителями, за которым очень большая благодарность, да? И родители немножко выдохнули, и со своими чадами провели, так скажем, полноценное время и увидели их в деле. Безусловно, мы немножко переживали, но не сомневались в том, что мы готовы. Переживали, да, в связи с тем, что для нас это был определенный новый этап в жизни, да? Потому что, более того, южные ребята, у них немножко другая философия, они больше импульсивные, эмоциональные, техничные, вот. И в процессе игр, когда мы уже увидели, что наши ребята ко всему к этому готовы, безусловно, я как руководитель футбольной школы обрадовался. И в процессе уже высказал слова благодарности тренеру за его подготовку. А тренер был один на двоих? Один тренер был, да, на два возраста. В процессе турнира этого мы увидели то, что для меня очень ценно и важно. Когда «Спартак» имеет лозунг «Единственная наша сила», вот именно вот этот турнир показал, что действительно «Единственная наша сила», когда родители были за футбольным полем, когда дети были на футбольном поле, а мы как административный ресурс решали какие-то внутренние задачи организационные. Когда мы собирались все вместе по вечерам, обсуждали какие-то мероприятия, когда дети играли в футбол, родители поддерживали. Более того, я скажу так, что родители команд соперников нас даже встречали на станции и передавали нам презенты со словами, что вы самые классные, добрые, организованные, позитивные. И, ну, значит, мы заслужили неофициальный приз зрительской симпатии. И еще забрали два кубка и привезли их в Люберсей. Ну, как-то, да, прямо много всего. Даже хотелось бы посмотреть, как это происходило. Ну, а чем сам... Следите за соцсетями. Да, нет, так... Везде есть. Соцсети – это хорошо, но нам бы самим хотелось бы туда поехать и посидеть там, посмотреть. Сидеть в Кисловодск. Да, в Кисловодск. Город хороший. А что в самбо у нас новенького? В самбо тоже у нас есть интересная история, интересное достижение. Наша спортсменка Ксения Макарова выполнила норматив на присвоение спортивного звания «Мастер спорта России». С 12 по 15 января проходил турнир в городе Великий Лук в Псковской области. Тоже такой интересный выезд был у нас. Мы уезжали в команды. К сожалению, Ксения единственная, кто решила задачу. У нас еще один спортсмен был близок. Он потерпел поражение за выход из подгруппы, да, остался пятым. Но вот Ксения очень интересный вообще пример того, как спорт, насколько человек в спорте может проживать интересную жизнь, разнообразную жизнь. Дело в том, что где-то в 14-15 лет она завязала с самбо и дзюдо, занималась. И самбо и дзюдо была призеркой страны с обоим видом спорта. А потом ее наш общий тренер посадил на лошадь. Это что означает «на лошадь посадила»? На коня, в буквальном смысле. А, в буквальном смысле. Так мы лишились. Я думал, у вас может какое-то выражение есть? Нет, так мы лишились спортсмена, а конный спорт получил из спортсмена, впоследствии тренера. И вот уже спустя 19 лет, после того, как она завязала с нашим видом спорта, она все приходила в зал. Мы говорим, ну что, уже пора побороться. Ну и в общем, как-то так сложилось, что она решила, а что бы не попробовать. Здоровье позволяет, что-то вспомнили, что-то новое наработали. И потихонечку, потихонечку мы маленькими шажочками, практически за год, не просто восстановили прежние кондиции, а вот умудрились. Она стала у нас призеркой. Значит, основа была хорошая, да? Ну, во-первых, база, во-вторых, психология взрослого человека, это не подросток, это человек, который уже прошел определенный путь. И в общем, у нас сначала был неожиданный результат, это третье место на чемпионате ЦФО, отбор на чемпионат России, к которому мы сейчас готовимся, уезжаем в пятницу буквально. Ну и потом вот мастерский турнир. В Брянск, да? Да, чемпионат России в Брянске состоится. И вот на мастерском турнире она одержала три победы, уверенно, и стала мастером спорта. То есть, с одной стороны, ожиданно или ожидаемо, с другой стороны, неожиданно, да? Да, вот такая интересная судьба спортивная сложилась. Ну, нам тоже, для тренеров это важно, у нас есть пример, пример для юных спортсменов, пример того, как можно достигать результата. Войдет, так сказать, в историю, будете рассказывать какого-то... Да, вы можете уйти, но сюда можно вернуться. Да, для меня, как для тренера, тоже это седьмой мастер спорта уже, которого я подготовил. И первая женщина мастер спорта. То есть, она тоже... Маленький собственный космос, понял, да? Да, и в историю люберецкого самбо она также вошла, как первый мастер спорта женщина. Ну, а в целом, вот завершаем сейчас первую часть, в целом, все-таки вы две федерации, да, двумя федерациями работаете в двух федерациях, которых у нас несколько, да, в городском округе разных, разные спортивные направления и так далее. Ну, и чтобы вы понимали, новогодние были праздники, да, сейчас зимние, там фигурное катание и так далее, и тому подобное, зимние виды спорта, впереди весна и так далее. Вот как вы считаете, на сегодняшний день для спорта у нас все делается, потому что приходят к нам депутаты, строятся какие-то новые спортивные сооружения, в плане, где, в зависимости, опять же, от вида спорта. Или приходится еще что-то лоббировать, что-то, может быть, ставить на очередь, общаться с администрацией, вот нам нужен такой-то зал, такой-то зал. Жизнь не стоит на месте, и всегда есть спорт высших достижений, есть спорт массовый, да, и здесь мы должны четко понимать. Массовый спорт, он с каждым днем все больше и больше привлекается к себе новых людей, как детей, так и взрослых. Соответственно, мы понимаем, что те объекты, которые существуют на данном этапе, их, возможно, будет не хватать. Расширение происходит, сейчас строится новый стадион «Торпеда». Мы в футбольной школе «Спартак» реализовали большой проект в том году по строительству футбольного манежа, который успешно пользуется популярностью. Ребята, наши коллеги, реализовали универсальные спортивные залы. Нельзя никогда останавливаться, жизнь не стоит на месте, и всегда нужно двигаться вперед. И чем больше будет спортивных объектов, тем больше будет и детей, и взрослых вывлеченных в спорт. Ну, и тем более у нас, мы выясняли тут, что число жителей все время увеличивается. Если раньше они, ну, опять же, даже спорт каких-то лучших достижений иногда могли уезжать в Москву, да, там, на тренировки, то сейчас можно все, так сказать, все в пределах доступности, что называется, возле дома. Ну, я скажу свое мнение. Дело в том, что, на мой взгляд, вот за такой обозримый период, последние лет семь, возможно. У нас спорт действительно шагнул прям очень серьезно вперед. Причем это касается и непосредственно построения спортивной работы, и в плане спортивных объектов, и в плане массовости. То есть у нас постоянно какая-то идет динамика. То есть все направления собраны? Да, мне кажется, что здесь важно не терять темп. Ни в коем случае нельзя, здесь я соглашусь, Дмитрий, нельзя остановиться. Потому что мы действительно боремся за каждого ребенка, боремся за каждого человека, который может жить свою жизнь, там, сидя на диване, либо двигаясь. И вот я считаю, что в городе, в нашем городе, раз уж мы говорим о том, что мы территория спорта, мы должны за каждого такого человека, который может развиваться, который может потом развивать наш город, мы должны бороться обязательно. Вот хорошая концовка для первой части. Напомню, что в гостях у нас Виктор Худяков, представитель Федерации самбо городского круга Люберцы, Дмитрий Худинов, член правления Федерации футбола городского круга Люберцы и руководитель комитета РФСО «Спартак по футболу». Слово «Спартак» много раз было названо, так что все нормально, все хорошо. Но сегодня мы говорим о Люберцах, а вот во второй части мы поговорим о том, что спорт, как всегда, он важен не только как возможность какой-то самореализации и так далее, но он важен еще и для человеческого взаимодействия, взаимопонимания. Об этом мы поговорим во второй части программы «Открытый диалог». Напомню, что это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня у нас в гостях Виктор Худяков, председатель Федерации самбо городского круга Люберцы, Дмитрий Кудинов, член правления Федерации футбола городского круга Люберцы, руководитель комитета РФСО «Спартак по футболу». Вот мы в первой части поговорили немножко о последних спортивных новостях, и в том и в другом виде спорта. Но там мы немножечко шутили на тему объединения футбола и самбо. Но сейчас мы будем говорить серьезно, потому что вас еще объединила одна история, насколько я понимаю. Это, скажем так, спорт как благотворительная, что ли, миссия, можно так выразиться. Ну, начнем, наверное, с Дмитрия. Мы на постоянной основе, когда началось все слово, не остались в стороне и помогали детям с Донецкой Народной Республики, с Луганской Народной Республики в виде спортивного инвентаря, в виде какой-то социальной миссии. То есть приглашали с Луганска детей, привозили к нам в Люберцы, устраивали им спортивные мероприятия, вывозили их на футбольные матчи, делали мастер-классы. И здесь, по приглашению наших друзей, землячества донбассовцев Москвы, мы в преддверии 23 февраля с Виктором отправились непосредственно уже в Донецк. Загрузили машину, необходимым спортивным инвентарем, мы находимся в постоянном диалоге с этими двумя республиками, и не всегда оперативно бывают какие-то моменты, может закрывать государство. Нет, это понятно. И мы всегда в диалоге, когда находимся, и мы знаем какие-то определенные моменты, что необходимо здесь и сейчас для качественно-тренировочного процесса, и мы знаем, какая сейчас там ситуация в спорте, да, безусловно, она выравнивается, она есть динамика, положительное движение, да, но наша задача, и имея возможность, мы должны помогать и вести вот эту социальную нагрузку, потому что для нас спортивное братство – это не пустой звук. Мы отправились в Донецк в преддверии 23 февраля, заезжали в такие города, как Харциск, детям вручили спортивную экипировку, спортивный весь инвентарь, провели, так скажем, внутреннее совещание с главой этого города, да, проблематику спорта какая есть, значит, детям подарили эмоции, соответственно, встретились в Донецке с мэром Донецка, с министром спорта, в плане того, чтобы обмениваться опытом, да, коммуницировать, то есть находиться в постоянном живом диалоге. Ну и, собственно говоря, встретились с уважаемыми людьми, которые, так скажем, очень известны, и очень приятно послушать их было. Хорошо, да, я понимаю, что программа была большая, да? Сколько вы там находились? Мы находились там 3,5 дня, но было очень насыщенно, за что большое спасибо землячеству донбассовцев, они действительно нам такую программу сделали. Естественно, трудно, когда приезжаешь в новый город, просто в новый город. Я не говорю даже про воюющий город, про город, который обстреливается, просто приехать и каким-то образом там находиться, и понимать, куда двигаться, как, что. И в этом смысле нам, конечно, вот помогли очень сильно друзья. Это Дмитрий и друзья, прежде всего, но они стали нашими общими друзьями. Конечно, мы не последний раз там, в Донецке. И вообще, наверное, правильно было бы сказать еще о том, что вообще, как вообще живет этот город, как он существует. Ведь на протяжении последних там больше 10 лет они живут в натуральном смысле под обстрелами. То есть тренировочный процесс нарушен... Уже давно? Совершенно, да. То есть больше 20 человек нельзя собирать в одном месте. Наши знакомые, допустим, самбисты из Донецка, они уже 4-й зал меняют, потому что были прилеты. В одном из залов пробило крышу, два зала были прилеты, разбило окна. Соответственно, зал непригоден стал для тренировок. Ну и, в общем, условия на самом деле сложные. Те города, которые вот как Харциск, да, упомянутый, он больше уже в ТУ, и поэтому какая-то жизнь спортивная налаживается. Чуть больше шансов там, да. Да, но это тоже процесс. Вот этот процесс перехода в юрисдикцию российскую, процесс формирования административного какого-то ресурса, бюджета. Все это идет, но эта государственная машина, она, к сожалению, не так быстро реагирует на потребности, вот сиюминутные. И то, о чем сказал Дмитрий, как, ну, просто люди, которые могут это сделать вот здесь, сейчас. В этом смысле и Дмитрий, и его компания, которую он в том числе представляет, мой мяч, да, это люди, которые всегда помогают. Вот. Мы хотели бы со стороны самбо тоже развивать сотрудничество, встретились и познакомились с председателем Федерации, с президентом Федерации Донецкой Народной Республики. Это легендарный человек, Кононов Владимир Петрович, генерал-лейтенант, герой ДНР, очень человек заслуженный, который... Больший министр обороны. Ну, да. Да, который при всем, при том, что он генерал и человек, который там в высших эшелонах власти находился и находится, до сих пор при этом, при всем, это тренер с 20-летним стажем. То есть вот судьба у человека так сложилась тоже, что будучи тренером, успешным тренером, он тренировал на уровне сборной, у него ребята боролись, и вот пришлось ему стать ополченцем. Тогда они так назывались. В итоге он заслужился до министра обороны и сейчас курирует в Донецкой Народной Республике патриотическое воспитание и увековечение памяти погибших. Ну, и федерацию сама в том числе. Я так понимаю, что, как говорится, вас-то никто же не просил. То есть это, я так понимаю, вы ощущаете как миссию, вот вы говорите спортивное братство. Почему? Потому что, ну, мы знаем, люди посылают, как в любых военных, боевых условиях, да, люди посылают помощь гуманитарную, еду, одежду и так далее. А в данном варианте вы несете с собой вот именно спорт, который, как известно, создан, но все-таки для, особенно я так понимаю, для ребят тех же самых, того же самого возраста, с которыми вы работаете здесь, да, и вы приехали туда. Вот зачем вам нужна эта была миссия, что вы лично для себя вынесли из этой поездки? Я считаю, что у каждого человека есть в жизни, есть своя зона ответственности. И вот каждый человек в своей зоне ответственности должен производить посыл максимально, что он может дать, отдать. То есть не только брать, так скажем, да, но и нести благодать окружающим. И еще раз повторюсь, что вот наша философия спартаковцев, это нужно помогать ближнему в трудную минуту, в тяжелую минуту. Если я могу детям дать спортивный инвентарь, я обязан это сделать. Нас, безусловно, никто не просил. Это наше было личное желание. Конечно, наши друзья, коллеги, близкие все переживали, да. Ну, послушайте, люди живут так там 10 лет, да. Мы встретили удивительных людей, у которых духа не только спортивного, а вообще человеческого. Ну, это невероятные какие-то моменты, да. Мы с Виктором ехали обратно, когда уже с Донецка, и мы четко в диалоге понимали, что мы уже даже не будем прежние, да. Если мы на какие-то мелочи обращали внимание и думали, все, переживания или еще что-то, то там мы увидели четкий шахтерский город, четких, здоровых, с сильных духом людей, которые, я не могу сказать, что не боятся. Возможно, не боятся. Разговаривали даже с людьми, которые, так скажем, военные, да, и не последние военные. Нет ничего страшного в том, что люди имеют свойство бояться. Вот. И находясь там все эти дни, наш внутренний мир, он вообще перевернулся. То есть поменялись какие-то внутренние ценности. Больше мы стали ценить те моменты, на которые не обращали в целом даже внимания. И, безусловно, мы еще планируем в дальнейшем помогать, выстраивать, Виктор планирует выстраивать совместную коллаборацию с амбистами. Сейчас расскажет. Да, мы будем с футболистами быть в диалоге постоянно. Ну да, вы уже как бы этот мост первый, да, соорудили, да, дальше он должен развиваться. Виктор, а вы почему лично-то вот? Зачем вам это нужно было? На самом деле, мы свою сторону не выбирали, мы просто родились на этой стороне, в этой стране, и там русские люди, которые живут, которые живут в таких условиях. У нас условия лучше, если у нас сегодня спокойнее и благоприятнее условия, то это означает только то, что мы можем помочь. С помощью во главе угла ставил. Просто на самом деле, то, что мы там увидели, единственное, наверное, о чем мы пожалели, мы с Дмитрием тоже сошлись в это мнение, что мы раньше не приехали. Ну как-то просто не сложилось. У нас были другие проекты, в том числе благотворительные. То есть Федерация Самбо, например, мы просто как-то, я не знаю, не принято об этом, что ли, говорить так вот широко. Ну благотворительность, да. Но на самом деле наши родители, я сейчас говорю не про нас даже, а про тех людей, которые там собирали вещи для детского дома. Причем это, знаете, настолько трогательно, что видно, что люди, они относятся к этому, как будто вот своим детям выбирают вещи. Вот так вот приносят, покупают размеры, звонят, переживают. И вот эта человеческая сущность, которая в каждом человеке, она должна быть превыше всего. Мне кажется, здесь и в воспитательном процессе она тоже влияет. И на мой взгляд, вот как руководителя, как тренера, мы своих детей на этом тоже воспитываем. Ну да, это такой пример конкретный. Потому что они видят наши приоритеты, они видят, как мы живем, как живут их родители, что их родители, может быть, не всегда легко это, может быть, отрывая от семьи, но они делают это для людей, для того, чтобы там дети были обуты, чтобы им было что надеть. Потому что картины, конечно, сам Донецк, он очень интересный, действительно город героический. То есть, мы даже вот общаясь с мэром, мы задали вопрос, как вы вообще выстраиваете работу? Как можно устроить работу коммунальных служб, когда у вас просто постоянные прилеты? На что он нам сказал, что у них до 50 прилетов в сутки, при этом наполненность штата коммунальных служб 20% составляет. И город действительно в порядке. То есть, если там какие-то прилеты и воронка образуются, в течение двух часов все заделывается, и как будто бы ничего не было. Все окна стеклятся, если не хватает стекол или районы, например, Киевские, которые постоянно под обстрелом, они зашивают фанерой. То есть, город действительно живет, несмотря на всю вот эту сложность. И, наверное, да, мы, Дмитрий тоже тут прав, мы прежними уже не вернулись оттуда. И мы смотрим и на наши трудности по-другому. Я считаю, просто когда происходит война, здесь важно не только оружие, здесь важны такие моменты, как социальные моменты. Как Виктор сказал, если мы отправляем мы знаем, что мы помогаем солдатам, другие люди помогают солдатам, это гуманитарная помощь, любая помощь, то мы тоже своей страны и спортивную помощь оказываем, потому что это тоже важный момент, в том числе социальный. В любом случае, война, она закончится, и когда заканчивается война, наступает время выстраивать мирную жизнь. И нам очень хотелось бы, действительно, чтобы эта мирная жизнь, она была даже не такая, как прежде, а еще лучше, чтобы они действительно стали частью нашего спортивного сообщества российского. Но сегодня в конце, давайте мы сейчас такую лирическую нотку, что ли, ставим. У вас есть возможность обратиться ко всем женщинам городского круга, и не только городского круга люберца. Кто начнет? Дмитрий? Ну, я думаю, что мы Виктору уступим. Исторически в начале программы мы дали первое слово ему. Виктор, вот на левую камеру, прошу. Ну, я хотел бы сказать всем женщинам городского круга люберца, да и не только городского круга люберца, всем женщинам, всем нашим матерям, сестрам, бабушкам, женам, дочерям, пожелать вам хорошего весеннего настроения, счастья, счастья женского, счастья человеческого. Будьте добры, светлы, освещайте нашу жизнь, мотивируйте нас, мотивируйте на новые свершения, на новые победы в спорте и в жизни. И большое вам спасибо за то, что вы у нас есть. Мы, конечно, вас очень любим, и в этой жизни очень многое построено на вас, на женском начале, поэтому мы не устанем благодарить вас за это. Виктор Худяков, председатель Федерации самбо городского круга люберца. Ну, а теперь, Дмитрий, ваше слово. Сложно парировать. Такие слова. А можно продолжить, что ж парировать. Дорогие женщины, дорогие мамы, бабушки, хочется вам сказать, прежде всего, большое спасибо за вашу заботу, за то состояние души, которое вы нам даете, за ту ласку, нежность и радость. Пожелать вам женского счастья, просто банального женского счастья, которое во всех смыслах наполняется красотой, любовью, заботой. Знаете, что мы вас очень сильно любим, уважаем, и всегда будем защищать вас, и всегда вас будем любить. С 8 марта вас. Дмитрий Кудинов, член правления Федерации футбола городского круга люберца, руководитель комитета РФСО, Спартак по футболу. Спасибо вам большое за ваш очередной визит. Ждем от вас новых визитов к нам сюда, рассказы о медалях и о первых, только о первых. Ну, можно о вторых, и третьих, но лучше о первых местах. Спасибо. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин